Мечта букиниста выражает благодарность всем спонсорам этой аудиокниги и персонально Галину Никите Дмитриевичу. Пролог. Другое небо. 1980 год. Советский Союз. Узбекская ССР. Окрестности Ташкента. Человек явно не хотел здесь находиться. Но ему пришлось. Его очень убедительно попросили. Вытертые солдатские ремни охватили запястья, врезались в кожу. На мощном плече татуировка. Латиница. Написано странно. Буквы прописные. Пробелов между словами нет. Сверидов потянул носом в воздух. Пахло болью и прокисшим застарелым запахом пота. Легио Патриа Ностра. Прочитал капитан еще раз. Что это значит? Легион наша родина. Перевел специалист. Латынь. Обычная татуировка римских легионеров. Что-то вроде «Не забуду мать родную». Человек с римской татуировкой забился. Закричал сдавленно. Сверидов поднял брови. Тоже латынь? Губы специалиста дрогнули в улыбке. Нет, как ни странно. Английский. Точнее, даже американский английский. Южные Штаты. Возможно, Виргиния. В тоне специалиста проскочила нотка превосходства. Вот мы, мол, какие. Акценты на слух различаем. Однако, как он оказался в легионе? Или это иностранный легион? Французы? Специалист покачал головой. Нет. Хм. Тогда что за легион? Римский. Настоящий римский легион. Седьмой год от Рождества Христова. Сверидов усмехнулся. А-а-а. Как же? Кто он вообще такой? Спросил капитан. Известно? Деннис Эл Хартиган. Разведка корпуса морской пехоты США. Мастер-сержант. У американцев это довольно высокое звание. Такой сержант получает жалование больше, чем заслуженный капитан. Капитан. Вечный капитан Сверидов, которому давно уже пора было носить погоны подполковника, шумыкнул. И что этот сержант делал в Римском легионе? Что? Специалист почесал бровь. То, что умеет. Учил молодняк обращаться с оружием. Солдат. Всегда солдат. Сверидов помедлил. Откуда он здесь-то взялся? Погранцы взяли. Шел себе. Прогулочным шагом. Из ущелья Сар-Мыш-Сай. Того самого. Того самого. Теперь смотрите. Штатовский морпех времен Вьетнамской войны шпарит по советской земле в полном обмундировании римского центуриона. Понимаете ситуацию? И что мне с этим теперь делать? Сверидов повернулся к человеку, который его сюда привез. У человека был мягкий восточный акцент и текучая властная манера. Развели тут у себя в Узбекистане средневековую сатрапию, подумал Сверидов с неудовольствием. Теперь ваша задача правильно использовать полученную информацию, сказал человек с мягким восточным акцентом. Совершенно верно. Использовать. Сверидов поморщился. Опять голова кругом. Мало мне геморроя с Махтад-Шахом. Кто бы знал, как меня задолбали эти путешественники во времени. 1980 год. Ташкент. Окружной военный госпиталь номер 340. В Ташкенте солнце и весна. За окном госпиталя зреют абрикосы. Их сладко-желтая мякоть мерещится ему даже здесь, в залитой дождями осенней Германии. Возможно, все дело в цвете. Оранжевые абрикосы и зеленые листья, колеблемые теплым ветром. Ах, как хорошо сидеть на подоконнике. Белом, широком, деревянном. И ощущать на лице этот ветерок. Алексей выглядывает в окно и видит медсестричку. Она спешит по двору. Походка раненой верблюдицы. Вспомнил он фразу из учебника или исторического романа. Неважно. Главное, что эта походка приятна взгляду мужчины. Он наблюдал, как сестричка торопится через двор. Белый халатик, руки в карманах, вся при делах. А колени загорелые, так и мелькают. Очень красиво. Очень. Я встретил девушку полумесяцем бровь, как в песне. Только все это больше не для него. Какой девушке нужен чертов калека? Алексей спрыгнул с подоконника. Бросил недокуренную сигарету в банку с окурками. В следующий момент он почувствовал, что за спиной кто-то есть. Алексей мгновенно развернулся. Набруженил ноги для прыжка. Твою ж мать. Давешний капитан смотрел на него с интересом. Умный сволочь, подумал Алексей с сожалением. Капитан Сверидов, как представился комитетчик в прошлый раз, улыбнулся и протянул руку. Алексей выпрямился. С секундной задержкой сунул в ответ культю. Капитан аккуратно сжал ему предплечье выше белой повязки. «Хорошее утро», — сказал Сверидов. «Как ваши дела, товарищ сержант?» «А то ты не знаешь». Алексей выдернул культю из пальцев комитетчика, отвернулся к окну. Капитан смотрит. «Ну и черт с ним». Алексей затылком чувствовал, где тот находится и что делает. Странная способность, которая проявилась у сержанта в Афганистане. «Весна», — сказал капитан негромко. Подошел и встал рядом. Ростом он был почти вровень с Алексеем, взрослый мужик в полевой форме пограничника. Коротко стриженный затылок, крепкая шея. В десанте пограничников не любили, но уважали. В отличие от махры, мотострелков, путавшихся в собственных соплях, погранцы и дело знали туго. «Я думал, ваши люди ходят в гражданки, — сказал Алексей. Капитан посмотрел на него внимательно. «Честно, я бы с удовольствием походил в гражданском. Но, увы». Алексей хмыкнул. Хотел опереться на подоконник ладонями. Затем вспомнил, что опираться нечем. Покачал рукой без кисти. «Интересно, мышцы чувствуют, что вес руки изменился. Видеть пустое место вместо правой кисти было...» Он поморщился. «Забавно, смешно, глупо. Словно видишь кошмарный сон и никак не можешь проснуться. Черт!» — подумал он. Черт, черт, черт. «Что вы от меня хотите?» — спросил Алексей глухо. Капитан улыбнулся. «Урод!» В голове щелкнуло. Алексей расправил плечи. «Смешно тебе?» — спросил равнодушно. Глаза у него стали мертвые. Алексей представил — серые и тусклые. Они неподвижно лежат в глазницах, как в могилах. «А если я тебе шею сверну, будет смешно?» «А ты попробуй», — посоветовал Сверидов. Этот спокойный тон окончательно вывел Алексея из равновесия. Щелк! В висках нарастающий стук сердца, оглушительные, как выстрелы танковых орудий. Бух! 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 Капитан ждал. Алексей пошел на него, отставив культу в сторону, чтобы ненароком не задеть повязку. Врезать левое в горло, затем подтечка и удар ногой на добивание. «Посмотрим, какой дисбат мне влепят с моей-то рукой!» «Стоять, сержант!» — произнес Сверидов негромко. Алексей вдруг остановился против воли, словно у него все мышцы разом занемели. У капитана были глаза разного цвета, очень запоминающиеся глаза. Один голубой, другой зеленый. Викулов? Алексей Викулов? Шагнул навстречу молодой лейтенант. Щеки у него были пухлые, погонные, мотострелковые. Что? Алексей не сразу сообразил, что обращаются к нему. Потом встряхнул головой. А? Да, то есть нет. Извини, братишка, обознался ты. Викулов дальше по коридору, в двенадцатой, где ожоговые больные. Викулов был из пожарников, сгорел в БМПшке. Точно, я его сегодня видел, подумал Алексей. Везли на койке на процедуры. Леха Викулов из второй роты. Викулов. Перед глазами возник серый ком белья, пропитанный желтой и жирной мазью. «Прости, братишка», сказал Алексей Летехе. «Нужда зовет». Он отправился в уборную, насвистывая мотив из оперы «Кармен». На стене над унитазом была надпись «Тщательнее мой руки в войн». Алексей хмыкнул. Левой рукой завязал тесемки больничных штанов. Фокус удавался далеко не всякому. Сестрички говорили, что у него пальцы хирурга. Подошел к умывальнику, тщательно вымыл руку, но вытирать не стал. Полотенце оказалось серым и бугристым, словно размокшая вафля. Не рискнул. Пошел, держа руку на весу, чтобы обсохло. В коридоре, между плакатами «Товарищ военнослужащий, береги социалистическую законность» и иллюстрированной цветной памяткой симптомы пищевого отравления, маялся прежний лейтенант. «Нашел своего Викулова?» спросил Алексей. Лейтенант моргнул. Алексей проследил за взглядом Летехи и замолчал. К ним шел врач. Врач вытер руки полотенцем. Хирургическая шапочка криво сидела на его большой голове. «К Викулову?» «Кончился ваш Викулов», сказал врач нехотя. «Ожог третьей степени, почти 80% тела. Две недели под капельницами. И вот, слышите?» «Как же лейтенант заморгал?» «Как же так?» «Я ему гостиниц вез от тетки из Вологды». «Гостиниц!» протянул врач. «Мы сделали все, что могли. Интоксикация. Почки не выдержали. Понимаете?» Лейтенант растерянно кивнул. «Идите, мужики», сказал врач устава. «Накатите за упокой души раба Божьего Викулова, как его по отчеству. Алексей Иванович, механик-водитель». Голос лейтенанта дрогнул. Призыв 79-го. Весна. Сверидов провел ладонью по лбу, стирая пот. Кожа белая, загара нет. Откуда капитан приехал? С Дальнего Востока? Или из какого-нибудь Лондона? «Разрешите вопрос. Давно вы здесь, товарищ капитан?» Сверидов помедлил. «Да вот, прилетел на днях из дружественной ГДР. Приказ, сам понимаешь. Подняли меня, значит, по тревоге и погнали на аэродром». «Совсем срочно?» «Это значит, пинком под мягкое место?» съездил Алексей. Сверидов усмехнулся. «Вроде того. Я даже зубную щетку с полотенцем из общаги не успел захватить». Комитетчик, в сущности, был свой мужик. Нормальный. «А вы полотенце в гостинице замыльте, товарищ капитан», посоветовал Алексей невозмутимо. «С вас-то кто спросит?» «Ты прям кладезь ценных советов». Сверидов снял фуражку, помахал на себя. «Ух, духота сегодня. Как в парилке. Присядем, что ли?» «Город плыл за окнами. Бело-розовый, весенне-майский». «А ну-ка», — капитан потянулся к ручке, с треском повернул. Через распахнутое окно влился на лестничную площадку кусочек ташкента. Запахло сухой пылью, нагретым солнцем деревом, цветущей землей. И еще почему-то вареной бараниной и тушеной капустой. «Ага, это и столовой», — понял Алексей. «Вообще-то сидеть на подоконниках запрещено», — заметил он. Капитан усмехнулся. Достал из портфеля армейскую фляжку, металлические стаканчики и коробку конфет. Алексей невольно загляделся. Там лежали аккуратные, завернутые каждое в прозрачный целлофан желтые круглые конфеты. Яркие, как кусочки кураги особого медового сорта. Только вот такой кураги в Ташкенте не купишь. Это заграница, сразу видно. Угощайся, немецкие. Хорошо сюда самолетом, а то не довез бы. Прозит, — капитан отсалютовал стаканчиком. Будем. Алексей поднес стаканчик к губам, глотнул. Тягучая, пахнущая свежестью жидкость обволокла язык, мягко скатилась по пищеводу в желудок, всплыла к голове теплым жаром. Стало жарко и хорошо. За окном закричали, «Зинка, Зинка, куда ты дела?» И потом по-узбекски. Алексей не слушал. «Немецкая мятная водка», — пояснил Сверидов. «Отличная штука». «Так на чем я остановился?» Алексей помедлил. «На задании». «Или цели». Сверидов кивнул, размял костяшки пальцев с треском. «Значит так. Слушай, сержант. Повторять не буду». За окнами госпиталя плыл Ташкент, цвели абрикосы и яблони. Шел 1980 год, год Олимпиады. За сотни километров отсюда, в дружественной народной республике Афганистан, советский ограниченный контингент мужественно выполнял свой интернациональный долг. В палате читали стихи. Не так, как обычно это делают, с надрывом и декламацией, а спокойно устало, словно прозу. Парашюты рванулись и приняли вес. Земля колыхнулась едва, а внизу дивизии Эдельвейс и мертвая голова. Автоматы выли, как суки в мороз. Пистолеты били в упор, а мертвое солнце на стропах берез мешало вести разговор. Алексей мотнул головой. Ерунда какая. Каждый день люди умирают, а я вдруг расклеился. Кто мне этот Викулов? Кто я Викулову? В приоткрытую дверь Алексей видел железную койку, свисающие до пола трубки капельниц. Из таких плели украшения. Они были особого, золотистого цвета. Шнур капельницы покачивался. Медсестра закрывала белой простыней нечто бесформенное, почерневшее. Он грешниц любил, а они его. И грешником был он сам. Но где ты, святого, найдешь одного, чтобы пошел в десант? Сверидов кимнул Алексею. Садись. В комнате гудел вентилятор. В углу под потолком зависла паутина. У раскрытого Настя шаг на две мухи гонялись друг за другом. Видимо, мечтали догнать и зажить полноценной семейной жизнью. Весна. Перед капитаном лежала толстая папка. Сверидов вытащил лист и взялся за химический карандаш. Ну, что решим? Кто ты у нас будешь? Буду. Не понял Алексей. Фамилию в контракт какую напишем? У нас тут секретность, если не забыл. Алексей усмехнулся. Тут забудешь. Он помедлил. Пишите. Викулов Алексей Игоревич. Воинская специальность. Механик-водитель. Мысль назваться именем сгоревшего мехвода пришла внезапно. Он мертвый. Я мертвый. Все правильно. Алексей откинулся на спинку стула. Жалобно скрипнуло дерево. В ушах вновь зазвучал голос из палаты. И сказал Господь. Эй, ключари! Отворите ворота в сад. Даю приказ от зари до зари в рай принимать десант. Вот это правильный бог, подумал Алексей. Не то, что некоторые. Алексей лег на койку. Затолкал подушку под шею, чтобы получился валик. Как делали дыхкани в Пенджабской долине. И шея не устает, и голова не потеет. Вытянулся и чуть не застонал от наслаждения. Блаженство. Усталые ноги гудели, словно высоковольтные провода. Культя пульсировала. Почему людей для заброски в Германию готовят возле Ташкента, подумалось вдруг. Не знаю, какая разница. Алексей закрыл глаза. Будем считать до ста. Или до тысячи. Надеюсь, овец у них хватит, потому что у меня, мать вашу, после всех этих дел ночное сердцебиение, легкая аритмия, сказал, врач пройдет, и временами бессонница. И вообще у меня дембель. Его надо бы отметить. И еще. За прапора надо проставиться. Если я им буду, этим прапором. Теперь ты сверчок, сказал Свиридов утром. И будешь им до приказа о присвоении тебе звания старший прапорщик. А получишь ты этот чудесный прыжок через звание за выполнение особо ответственного задания в тылу вероятного противника. За подвиг и проявленный героизм. Другими словами, официально мы все еще в составе ограниченного контингента. Идем в боевой поиск. А на самом деле? На самом деле узнаешь. С Готским у тебя как? Алексей пожал плечами. Восстанавливаю навыки. И вообще зачем он? Это же мертвый язык. Уже полторы тысячи лет мертвый. Я владею английским, немецким, понимаю французский. Пушту таджикский разговорный. Узнаешь. В свое время. Товарищ капитан. Я сказал в свое время. Эх, его-то у нас совсем в обрез. Капитан почесал подбородок. Да, пока не забыл. Хм, подарочек к тебе пришел. Он пододвинул коробку к краю стола. На ней были наклеены зеленые марки. Не советские, точно. Алексей моргнул. Мне? Нет, летчику Николаю Гастелло. Съязвил Сверидов, но глаза капитана смеялись. Бери и радуйся. Что это? Алексей напрягся. Ногти уцелевшей руки вонзились в ладонь. Боль отрезвляла. Увидишь. Сержант. Алексей не ответил. Он рассматривал новую руку. Импортный протез. Из хорошего светлого материала, напоминающего фактуру человеческой кожи. Садился на культю он гораздо лучше сделанной в ленинградском протезном цехе руки. Блевотно-розового-желтого цвета. С инвентарным номером, как табуретка. Алексея передернуло. А у этого протеза были красивые пальцы. Почти как его, живые. Сержант, спишь, что ли? А? Алексей поднял голову и вспомнил, где находится. В крепости. Вчера были тренировки по рукопашке. А сегодня перед ним стоял тощий очкарик, остроносый и круглоглазый. Рядом ухмылялся капитан. «Знакомьтесь», — сказал Свиридов. «Юрий Святославович Варшавский, доктор от археологии. Алексей Викулов из «Рыцарей Поднебесье». Десант, разведрота». Алексей кивнул доктору от археологии. «Приветствую, док». В американских фильмах, что они смотрели на видиках в Афгане, военные так называли ученых. Алексею, как знатоку языков, приходилось переводить со служивцем на слух. «На самом деле я всего-навсего кин», — сказал археолог. «Кто?» «Кандидат исторических наук. Докторская моя еще впереди». Археолог посмотрел на бывшего сержанта с симпатией, протянул руку. «Юра», — представился он. «Будьте как дома, тут у нас...» Он заметил протез Алексея, споткнулся, но закончил фразу. «Без церемоний». Его ладонь неловко зависла в воздухе. Алексей продолжал смотреть на академика, не мигая. Потом растянул губы в улыбке и поймал его ладонь в свою левую, молниеносным, едва уловимым движением. Крепко сжал, археолог вздрогнул, но тут же пришел в себя и улыбнулся. «Ничего себе!» «Вот это скорость!» «Это трюк», — сказал капитан. «Не ведитесь, Юрий Святославович. Он отвлек ваше внимание». В следующее мгновение Алексей вынул из пальцев капитана сигарету, взмахнул ей. Дымный розчерк повис в воздухе. Через секунду сигарета вернулась на место. Хм...» Капитан затянулся, выпустил дым и посмотрел на Алексея с веселым прищуром. «А может и не трюк». «Готский-то зачем?» — спросил Алексей. Он все не понимал. «Настоящего древнегерманского языка никто не знает», — пояснил Юра Варшавский. «Не сохранилось с письменных источников. Да и были ли они вообще?» Так что задача усложняется. «Вот рунное письмо мы находили в разных местах. В Германии и в Чехии. Но восстановить звучание языка по написанному — это почти невыполнимая задача. Как, например, с языком критян». «Кого?» — удивился Алексей. «Жители Крита. У нас множество письменных источников по Минойской цивилизации. Но восстановить язык мы не можем. Не хватает материала. Так называемое линейное письмо уже расшифровано. Хотя и спорно, на мой вкус. Но все же эта версия заслуживающая внимания. А знаменитый фестский диск до сих пор остается загадкой. Возможно, он записан на языке Атлантов. Археолог вдруг смутился. Это, конечно, только предположение. «Кого-кого?» Алексей решил, что ослышался. «Атлантов?» «Атлантида. Знаете про такую?» Алексей покосился на Сверидова. Тот закатил глаза. Видимо, у археолога это была идея фикс. «Немного», — сказал Алексей осторожно. «Я читал Александра Беляева. Как там? Последний человек из Атлантиды. Роман». Археолог отмахнулся. «Чушь, фантастика». «А тут у нас, значит, сугубо реализм», — подумал Алексей. «Так что там с Атлантидой?» «Атлантида», — археолог произнес это с благоговением. «Атлантида?» «Это загадка». «Только представьте, высокоразвитая цивилизация с огромным флотом, армией и собственной религией просто исчезает, не оставив на память о себе ничего, кроме пары упоминаний в мифах. Почему? Как так вышло, что Великая Империя рухнула в единый миг? Огромное государство, от Тибета до обеих Америк, перестало существовать?» «Может, ее просто не было?» — негромко произнес Сверидов, однако археолог удачно сделал вид, что не расслышал. «И как ты это объяснишь?» — спросил Алексей. Ему хотелось поддержать горе ученого. «Объясню, что?» «Ну, почему Атлантида погибла?» Археолог помедлил, бросил быстрый взгляд на Сверидова, тот дипломатично молчал. И с короговоркой произнес «Теория льда». «Это еще что такое?» «Один нацистский ученый придумал. Красиво?» Варшавский почесал затылок. «Просто красиво. Интересная теория. Вы, наверное, помните? Атлантида утонула». У Беляева было именно так. У Платона, насколько помню, тоже. «Так вот, все было наоборот. Атлантиду погубил не потоп, а, будете смеяться, отсутствие потопа». Алексей покрутил головой. Воротничок, по случаю дембеля на крахмалиной до твердости гранита и подшитый неуставными черными нитками, царапал шею. «Что поделаешь? Традиция». «Чего? Теперь по-русски, пожалуйста». И Алексей помедлил. «В изложении для совсем военных». Сверидов хмыкнул. «Попроще». Археолог заторопился. Хорошо, давайте так. Примем как гипотезу, что Атлантида все-таки существовала. Теперь представьте. Огромная морская держава. Она простирается от Тибета до Южной Америки. А что самое главное для империи? Первое и необходимое условие ее существования. Связь. Связь. Тысячи кораблей связывали империю в единое целое. Тысячи кораблей бороздили мировой океан, передавая приказы из столицы и привозя обратно новости из провинции. Так когда-то испанский король управлял Америкой. И вот однажды вода ушла. Океан отступил, оставив голое дно. И это был конец. Империя развалилась, потому что пути по суше – это трудно, дорого и опасно. Варвары и дикие звери, болото и бездорожье. А морского пути, быстрого и удобного, больше нет. Атлантида не утонула, я считаю. Атлантида всплыла. Ну, это как бы не научно, что ли? Нет? Археолог поднял на него удивительно беззащитный взгляд истинного фанатика. Не научно? Кто сказал? Свиридов тяжело вздохнул. Юрий Святославович, поймите меня правильно, сказал капитан. Вы утверждаете, что нацистский ученый с бредовой, но красивой теорией был прав. Вполне серьезно. Так мы договоримся до того, что доктор смерть был в сущности милым парнем со склонностью к смелым экспериментам. Доктор смерть, Алексей не сразу понял. Йозеф Менгеля, пояснил археолог. Археолог, известная в мировой истории тварь. Но разговор же не о нем. Тогда о ком? Археолог повернулся к Алексею, спросил строго, как на экзамене. Что тебе говорит дата? Девятый год нашей эры. Алексей моргнул. Что говорит? Ничего. Девятый год нашей эры? Примерно девять лет со дня рождения кого? Правильно. Хотя историчность фигуры не доказана. Чья историчность-то? Варшавский растерянно поморгал. Лыжная шапочка с белым бомбоном придавала ему еще большую трогательность. Как чья? Переспросил он. Мы же собираемся. Ты разве не понял? Христа ты знаешь? У Алексея по спине пробежал холодок. Лично? Неловко пошутил он. Археолог окончательно смешался. Да что ты. Я не это имел в виду. Хотя лично он вдруг поднял голову. Глаза стали блестящие и счастливые. Лично, знаешь ли, было бы лучше всего. Потрепанный газик с горем пополам завелся, дернулся несколько раз. Алексей коленом ощутил мощную вибрацию металлокабины. И вдруг поехал. Чудо не иначе. Мимо проплывали высохшие акации. Тень от них скользнула по головам десантников. Затем каменные неровные столбы вдоль дороги. Старинная крепость, где они провели полтора месяца, уплывала в рассветной дымке. Спецгруппа тряслась в кузове, увешанная рюкзаками и автоматами. Группа была готова. Алексей поморщился. От недосыпа тонко ныло в животе. Напротив сержанта уселся Долохов. Казалось, случайно. Алексей, не мигая, посмотрел ему в глаза. Долохов, не выдержав, отвернулся. Кресеныш, подумал Алексей. Этот урод так просто не сдастся. Пять дней назад, во время тренировок на учебной базе, случился конфликт. Долохов был из Академии госбезопасности. Недавний выпускник с гонором. И почему-то сразу не взлюбил бывшего десантника. Началось с мелких стычек и дошло до того, что они устроили рукопашную в развалинах засадам. Несмотря на подготовку, Долохов огреб по полной. Умылся кровью в лучших традициях ВДВ. Ты псих, орал потом Долохов, псих. Пацаны вовремя их растащили, а то Алексей убил бы придурка. У него в голове знакомость щелкнула. Он снова был на войне, где врага уничтожают любыми возможными способами. А теперь они вместе идут на это странное задание. Парадокс. К 4.30 группа была на въезде в ущелье Сармыш-Сай. Но с Богом, Сверидов махнул рукой. Группа зашевелилась. Люди поднялись, начали выпрыгивать из кузова. Двинулись в ущелье, один за другим цепочкой. В портал временного перехода. В линзу было приказано не лезть, а накапливаться на подступах, как для атаки. Алексей замедлил шаг, остановился у огромного валуна, некогда отвалившегося от отвесной стены. Огляделся. Ущелье Сармыш-Сай, о котором за последние дни десантник наслушался достаточно, пока особо не впечатляло. Наскальные рисунки нескольких эпох, разбившиеся от НЛО, чуть ли не путь в иные миры. Пока вокруг обычные камни. Много-много обычных камней. Алексей поднялся выше и увидел на каменной стене рисунок. Бегущие быки, оранжевые силуэты, почти уничтоженные временем. Обычный мотив наскальной живописи. А вот это интереснее. Рядом с быками был изображен человек, наподобие того, что рисуют дети в определенном возрасте. Длинные руки, короткие ноги. Тело чертенка, а рядом и намного выше ростом такой же человек. Но в космическом скафандре. Или с огромной головой, в которой, Алексей моргнул, было две головы поменьше. Однако, инопланетянин в шлеме. Черт его знает. Но почему двухголовый? Сержант, не отставать! Раздался окрик Сверидова. Алексей бросил последний взгляд на двухголового. Бывай, звездный гость. Удачной дороги. Бывай, сержант. Сверидов внимательно оглядел археолога. Словно хотел получше запомнить на прощание. «Ни пуха, ни пера, Юрий Святославович», — сказал капитан наконец. «Надеюсь на вас». Археолог кивнул. Лицо бледное и истовое, как на иконах. Лоб в испарине. Археолог даже начал слегка заикаться. К черту он притопнул, попрыгал на месте. Брякнул котелок, закрепленный к рюкзаку. «Пошли мы, Илья Ильич». И вдруг протянул руку. «Черт!» — подумал Алексей. Повисла мертвая тишина. Вся группа теперь смотрела на них. «Черт, черт, черт!» Я же предупреждал его. Ни черта эти гражданские не соображают. Лица десантников вытянулись. «Многие отслужили свое за рекой в Афгане, поэтому приметы не были для них пустым звуком». Археолог оглянулся и понял. Виноват и сгорбился. «Илья Ильич, я...» Сверидов похлопал его по плечу. Лицо капитана оставалось бесстрастным. «Не волнуйтесь», — Сверидов огляделся, увидел Алексея. «Сержант о вас позаботится, Юрий Святославович». «Верно, сержант». Алексей кивнул медленно. Хотя мечталось врезать очкаряко со всей дури. Предупреждали же его. «Самая дурная примета — руки пожимать перед выходом на боевое задание. Никто не вернется», — подумал Алексей. Варшавский покряхтел, почесал переносицу. Глаза за толстыми стеклами были беззащитные. «Да. Вы уж позаботьтесь, Алексей. Я вас очень прошу». Растерянно попросил он. «Договорились», — кивнул сержант. «А что еще сказать? Не убивать же дурака в самом деле». Алексей шагнул из проема, светящегося голубым. Пошатнулся. «Твою ж налево!» Мир вокруг поплыл, как от сильнейшего удара в голову. Алексей упал на колени, отхаркнулся горьким. Сержант перекатился в сторону, чтобы освободить место идущему следом. Ничего бывало и хуже. За его спиной из линзы мешком выпал следующий десантник. Застонал. Откатился в сторону. Затем еще один. Алексей поднялся на ноги, огляделся. Вдохнул полной грудью. Кислорода здесь было столько, что чувствуешь себя пьяным. Огромный лес. Деревья до неба. Тянется отсюда до горизонта. И никаких следов человека. «Когда появятся звезды, определим координаты», — сказал археолог. Он был бледен, но в целом держался неплохо. В отличие от многих, его даже не стошнило. Алексей почесал лоб протезом. «А какой сейчас год? Созвездия же смещаются», — спросил он. Археолог открыл рот, заморгал, закрыл. Глаза за толстыми стеклами казались огромными и беззащитными. «Вот ты очкарик», — произнес Алексей с легким презрением. «Об этом ты не подумал, да? Четырехглазик хренов». «Детское обзывательство, но здесь оно вдруг стало уместным», — археолог смутился. «Седьмой год нашей эры, плюс-минус восемнадцать месяцев. «Пошел ты со своей точностью плюс-минус, Юра. Где мы?» «Это ты можешь сказать?» «В Германии, вернее, Римская империя, провинция Германия. Римлян здесь скинут через два года». Пламя взвивалось и вспыхнуло синим. Жадное ночное пламя лакала капли жира. Алексей поморщился от выстрелившего в него крошечного уголька. «Шашлык должен вот-вот доспеть». Конечно, шашлык не по-карски, но тут уж, извините, не до жиру. Где посреди леса возьмешь ребрышки молодого барашка? Олень попался не слишком старый, спасибо и на том. Тварь вкусная, но желистая. Да и мариновать нечем. Алексей покачал головой. Кефиром бы. Эх, а где ж его взять-то? Вдалеке выли волки. Алексей переложил поближе калаш для надежности. «Пусть я погиб», — пел археолог. Над поляной висела луна, слегка откушенная с левого края, и мириады звезд. То есть действительно дофига звезд. «Никогда столько не видел», — подумал Алексей, «словно окунули с головой в бесконечность». «Орлы шестого легиона все так же вреют в небесах». Гитара в руках археолога расстроенно звякнула, и Алексей понял вдруг, что тот совсем молод. Ему не намного больше, чем мне. Лет двадцать пять-двадцать семь. Ну, ладно, тридцать. Сверидову, оставшемуся в будущем, около сорока. По местным меркам, седобородый старик. Алексей поднялся, пошел в темноту, в звездную ночь. Трава шуршала, словно не желая расступаться. «Пусть я погиб, пусть я погиб», — стучало в висках. «Под Кандагаром», — закончил фразу Алексей. «Почему-то перед глазами стоял сожженный в бою с духами мехвод Викулов. Не человек. Сверток в бинтах, пропитанных желтой мазью. Обрубок человека, неподвижно лежащий на серой койке. Мертвый. Возможно, и я умер. Там, в Афгане, за рекой. А это все мне чудится. Все это чертово древняя Германия», — подумал Алексей. От леса вокруг огромного, первозданного, нетронутого, кружилась голова. Деревьям по тысяче лет и больше, наверное. Великаны. «Викулов, ты куда?» — окликнул его капитан Алексеенко, командир группы вместо оставшегося в будущем Сверидова. «Так отлить, товарищ капитан». «Хорошо, далеко не отходить». Когда Алексей вернулся к костру, разговор был в самом разгаре. От слова «Калина» Долохов почесал лоб. Я думал, он, как бы сказать, сплетен, что ли, из калиновых веток. «На самом деле, калинов мост — это не от слова «калина», — пояснил археолог с высока. А совсем наоборот. «Калинов, калина» — это от слова «калить», «накалять», «раскаленный». В некоторых вариантах сказки упоминается, что мост сделан из меди. То есть «калинов мост» — это раскаленный добела мост через огненную реку, которая, как я понимаю, никакого отношения к ягоде смородине не имеет», — из Вилдолохов. «Все-таки кое-что помните», — археолог поправил очки. Но вообще верно. Название реки Смородина — это от слова «сморот», «смрад». Воняет эта река, как сильно воняет. Скорее всего, это горит смола. Или, возможно, нефть. Огненная река? Точно. И река эта лежит как граница между миром живых и миром мертвых. Вообще, в мифах многих народов встречается эта метафора. Река и мост. И еще страж моста. У греков переправу сторожит пес Цербер. Трехголовый и жуткий. В скандинавской мифологии ту же роль исполняет пес Гарм. Что интересно, с четырьмя головами. Видимо, чем больше голов, тем лучше. Гарм охраняет врата Хельхейма — мира мертвых. Зачем вообще охранять мир мертвых, Долохов удивился. Чтобы ты и там консервы не спер, — донесся из темноты насмешливый голос. Вон и в мире мертвых о тебе наслышаны. Псов ставят. Заткни фонтан, — огрызнулся Долохов. А серьезно, нафига? Кто к мертвецам по доброй воле полезет? Хороший вопрос. На самом деле, задача адских псов Цербера и Гарма другая. Они охраняют не вход. Они охраняют выход. Долохов присвистнул. Зачем? Чтобы мертвые оставались там, где им и положено находиться. Молчание. Археолог задумчиво пошевелил углеветкой. Танец пламени отражался в стеклах очков. И только птицы летают себе свободно туда и обратно, — сказал он негромко, — над черными болотами коцита. — Верно, — сказал Алексей. Птицам можно. Археолог вздрогнул, обернулся. — Ничего смешного, Леша. Птицам действительно можно. Есть особые птицы. Древние греки называли их психопомпы — переносчики душ. Обычно это воробьи, ну или, скажем, голуби. Ясно. Алексей посмотрел на часы, хотя толку от них здесь было пока немного. Вообще поздно уже, Юра. Спать? Археолог зевнул. — Ага. Я бы придавил пару часиков, — он потянулся. Отбоя приказал Алексеенко, словно услышав его слова. Долохов, Викулов. В караул. Алексей остановил бег и поднял голову. Над ним плыло низкое небо, забитое облаками плотно, словно ватой под Новый год. Небо здесь было другим. Алексей помедлил, проверил, как затянуты ремни протеза. Другое небо. Чужое небо. Пусть я убит, пусть я убит. Под ершалаимом негромко пропел он. Выпрямился, поправил автомат. Плечо уже изрядно оттянуло и снова перешел на равномерный бег. Алексей спускался вниз, к берегу реки. Там стоит перейти на другую сторону. А может быть, даже двинуться вверх по течению, чтобы сбить погоню со следа. Он оглянулся, но бородатых людей с копьями нигде не было видно. Пусть кровь моя досталась псам, снова затянул Алексей. Монотонный напев помогал держать темп. Орлы шестого легиона, орлы шестого легиона все так же реют в небесах. Группы больше не существовало. Примета сработала. Черт ее побери, подумал Алексей. Приметы всегда срабатывают. Кто бы это ни сделал, сделано было чертовски быстро и одним холодным оружием. Часовые умерли первыми. Археолог Юра застыл, открыв рот. Алексей снова увидел его детское лицо. Из груди археолога торчало огромное древнее копье. Германцы, голые по пояс, длинноволосые, бродили по лагерю и добивали уцелевших. Вот они какие, древние варвары. Носители мертвого уже полторы тысячи лет языка. Алексей видел, как раненого Долохова привязали к дереву. Древняя старуха перерезала выпускнику Академии госбезопасности глотку. Кровь потоком хлынула в деревянную чашу. Да, к такому на кафедре истории КПСС не готовили, пожалуй, подумал Алексей. Судя по знакомым словам, вот и пригодился Гоцкий. Группе не посчастливилось забрести в священную для местных рощу. Алексей, которого странное чувство опасности разбудило посреди ночи и погнало в темноту, молча наблюдал за происходящим. Из всей группы в живых остался только он. Насмешка судьбы. Однорукий псих с проблемами адаптации в коллективе остался без коллектива. Ха-ха. Алексей облизнул пересохшие, растрескавшиеся губы и захрипел. Орлы шестого легиона, орлы шестого легиона, все так же реют в небесах. Дурацкая песня привязалась. Он спустился к реке, зашел в воду по колено, наклонился и зачерпнул ладонью. С жадностью захлебываясь, выпил. Утолив жажду, умыл лицо, достал фляжку, не набрал воды про запас. Что ж, начнем жить здесь. В начале тысячелетия. Только сначала надо разобраться с ночными налетчиками. Я псих? Подумал Алексей. Пожалуй, что и псих. Но псих с проблемами адаптации в коллективе отомстит. За свой коллектив. Так будет забавней. А еще забавней будет выполнить задачу перед этим коллективом поставленную. Алексей выпрямился. Пора идти. Полоска неба над горизонтом налилась кровью, словно вода, в которой полощешь руки после разделки оленьей туши. Вдалеке занимался рассвет. Утро. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...